Нежелание убирать свою территорию от снега грозит многотысячным штрафом. В Сургуте владельцев магазинов начали предупреждать о необходимости вовремя расчищать парковки. В минувшие выходные сотрудники контрольного управления Сургута проехались с инспекцией по городу и отметили места временного складирования снега. Зачем фиксировать появившиеся кучи снега в городе? Некоторым может показаться, что это абсолютно ненужная работа. Но, как оказалось, это один из важных пунктов контроля за соблюдением правил уборки снега в городе. Как пояснили в администрации, впоследствии это может служить доказательством того, что владелец территории нарушил установленные правила вывоза снега. Мне будет направлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований законодательства. То есть в любом случае они будут уведомлены и я думаю, что вопрос будет решен. Собственники территории должны в течение 7 календарных дней после складирования уборки снега вывести снег на пункты складирования и утилизации снега. Кроме складирования снега сотрудники контрольного управления проверяют, как на частной территории проведена уборка, нет ли наледи. Это тоже является одним из пунктов, которые собственники магазинов должны выполнять по правилам благоустройства города. В первую очередь проводим мероприятия, направленные на профилактику, но в случае, если действительно будет выявлен факт нарушения, непринятие мер, тогда административная ответственность предусмотрена нашим 102 окружным законом в правонарушениях статья 29.1 для юридических лиц, для управляющих организаций, от 10 до 50 тысяч штраф. Кроме того, внеплановые контрольные мероприятия, предписание, устранение в срок. Еще один немаловажный аспект – это сосульки. Оказывается, по закону предпринимателям нужно следить за наледью не только вокруг своих зданий, но и на них. Это вопрос безопасности. В контрольном управлении в этом снежном месяце только один такой частник. Еще одному бизнесмену нужно убрать кучу снега с парковки. Все сроки для него уже вышли. Также хотел пояснить, что снег и наледь, возникающие на тротуарах, допустим, также на частной территории возле магазина «Лента», несет также ответственность собственник. В случае, если, не дай бог, что-то случится с гражданами, посетителями, которые будут проходить по этому неочищенному снегу, они также имеют право подать иск гражданский. То есть ответственность может быть различной в зависимости от тяжести нанесенного ущерба, как уголовная, так и гражданско-правовая. На качество и сроки уборки могут повлиять и жители города. Если они заметят, что какая-то территория не убирается долгое время и представляют угрозу, то об этом они могут сообщить в администрацию города.